Надзор за исполнением закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры. Большинство выявляемых нарушений связано с ненадлежащим содержанием общего имущества многоквартирных домов и предоставлением коммунальных услуг несвоевременной подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду. Не теряет актуальности и проблемы неудовлетворительного состояния инженерных сетей и оборудования. О проблемах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, о роли прокуратуры в их решении поговорим сегодня в нашем эфире. Гость в студии Михаил Викторович Лотхов, заместитель прокурора советского района города Самара. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, прежде чем мы начнем обсуждать заявленную тему, и вы будете отвечать на мои вопросы и вопросы телезрителей, которые поступили к нам, кстати говоря, по этой теме. Я хочу спросить вас, как давно вы работаете в органах прокуратуры, почему, собственно, выбрали эту профессию? В системе органов прокуратуры работаю с 2013 года. Впервые органами прокуратуры заинтересовался еще на школьной скамье. Да, когда к нам с просветительской работой, также приходили прокуроры, рассказывали о своей работе, рассказывали о надзорной деятельности, о сферах, в которых осуществляется надзор за соблюдением законодательства, эта тема очень заинтересовала. После этого начал искать пути решения, каким образом мне попасть в эту структуру, работать в ней. Вот в этой связи поступил в Оренбургский государственный аграрный университет на факультет юриспруденции. Окончил его успешно в 2011 году, после чего один год отслужил в армии, служба в армии прошла. Ну и я уже тогда понял, что да, я хочу стать прокурорским работником. И, соответственно, после службы в армии пошел общественным помощником Бузулукского межрайонного прокурора Оренбургской области, где получал навыки на общественной деятельности, осваивал азы будущей своей профессии. И уже когда набрался, так сказать, первоначального опыта, был принят на службу в органы прокуратуры Российской Федерации на должность помощника прокурора Ленинского района города Орска Оренбургской области. В последующем также по переводу работал на должностях на прокурорских в прокуратуре Республика Башкортостан. И уже после этого сейчас работаю в Самарской области, вот в прокуратуре Самарской области заместителем прокурора Советского района на данный момент. Так же и другие должны. Ну то есть я хочу сказать то, что нельзя просветительская работа проходит, да, проводится сотрудниками прокуратуры. И вот чья-то мечта сбылась, в частности, ваша, и вы стали работать прокурором. Замечательный пример. Спасибо. Ну что же, давайте перейдем к нашей теме. И знаете, я хочу сразу спросить вот про такой достаточно актуальный вопрос, который, кстати, нам прислали телезрители. Вот часто отключают горячую воду. Должны ли жители платить за некачественную работу ЖКХ? Да, именно вопрос актуальный. Вот и к нам часто в прокуратуру обращаются с подобными заявлениями граждане. Получается, в случае некачественного предоставления в расчетном периоде коммунальной услуги подлежит уменьшение стоимости оплаты по данной коммунальной услуге. Вот. То есть, если было в расчетном периоде превышен предел допустимой продолжительности прерывания оказания коммунальной услуги, соответственно, оплата уменьшается на 0,15% от суммы предоставленных суммой по оплате коммунальной услуги. В частности, 8 часов это суммарно разрешено отключать, прерывать предоставление коммунальной услуги по горячему водоснабжению суммарно в месяц. Вот. То есть, превышать ее больше нельзя. Так. Вот. Либо 4 часа единовременно. То есть, если данные нормативы уже превышаются, соответственно, поставщик коммунальной услуги должен сделать перерасчет и снизить стоимость коммунальной услуги. Вот. Поставщик должен это сделать, не житель бегать по различным инстанциям и писать какие-то заявления, да, вот то, что у нас две недели не было холодной воды, пожалуйста, сделайте перерасчет. Конечно, конечно. В первую очередь, именно поставщик коммунальной услуги должен сделать, провести такую работу, произвести перерасчет. Еще необходимо отметить, да, в период межсезонья допустимость прерывания коммунальной услуги для проведения профилактических работ на сетях теплоснабжения, водоснабжения не должен превышать 14 дней. То есть, обслуживание коммунальных сетей, это важная процедура в их содержании, конечно. Скажите, пожалуйста, Михаил Викторович, а когда к вам жители обращаются вот с подобного рода жалобами, скажите, как вы реагируете, что вы делаете и каков результат? В первую очередь, естественно, мы проверяем обоснованность доводов обращения, запрашиваем и стребуем соответствующую информацию в управляющей организации, если это управляющая организация, а не ТСЖ. После того, как мы установили причины и условия того, что действительно коммунальная услуга предоставлялась ненадлежащего качества, то есть прерыванием нормативного периода, то есть прокуратурой принимаются меры реагирования в случае, если мы видим, что перерасчет в конечном этапе поставщиком коммунальной услуги произведен не был. То есть вносится представление, соответственно, управляющую компанию, ТСЖ, ТСН, в зависимости от формы управления многоквартирным домом с требованием произвести перерасчет гражданам. Как правило, требования прокурора удовлетворяются 100%, но перерасчет производится, то есть жители, соответственно, жители уведомляются о результатах рассмотрения обращения, в том числе о результатах принятых меры прокурорского реагирования. А я вот все время, когда мы разговариваем с вашими коллегами на эту тему и поднимаем похожие вопросы, меня всегда удивляет, почему нужно идти до прокуратуры, чтобы восстановить, как говорится, права жителей и не допускать надлежащего предоставления коммунальных услуг. Но ведь, да, среагировали на требования прокуратуры, а когда просто жители обращаются, ну сделайте перерасчет, или компания должна самостоятельно все это делать, зачем доводить до прокуратуры? Вот мне все время поражает этот факт. Можете ли что-то мне ответить, успокоить меня в данном случае? Дело в том, что на самом деле перерасчет за некачественную предоставленную коммунальную услугу носит прежде всего заявительный характер. То есть обращение должно быть направлено непосредственно заявителям. Нет тела, нет дела в данном случае, да? Да, получается, что заявление, если он не подавал, то, соответственно, и поставщик перерасчет такое не делает. Хотя они могут сами отследить, да, то есть они, что действительно прерывание подачи коммунальной услуги определенной было, но перерасчет не сделали. Но, как правило, мы понимаем, что управляющие компании этого не делают, пока не приходят соответствующие жалобы от граждан. Но они не жалобы, они, прежде всего, заявления, заявительный характер. А вот если перерасчет не произвели, там вступаем в дело уже мы. После того, как нам соответствующее обращение было подано, либо в ходе мониторинга в рамках надзора за исполнением законодательства в сфере лично-коммунального хозяйства. Спасибо большое. Продолжаем разговор. Тоже вопрос очень достаточно популярный. И если гражданин живет на первом этаже, должен ли он платить за пользование лифтом? Да, вопрос очень интересный. Вопрос очень интересный. И обращения подобного рода в прокуратуру также рассматриваются. Граждане повествуют, а зачем? Мы не пользуемся лифтом. Но здесь необходимо принимать во внимание постановление правительства Российской Федерации, номер 491, которое как раз-таки устанавливает определение общего имущества в многоквартирном доме. К общему имуществу в многоквартирном доме относятся в том числе лестничные клетки, шахты лифтов, сам лифт, а также иные помещения, не являющиеся частью жилых помещений. Это общедомовое имущество. Общедомовое имущество, да, постановлением правительства определено. И каждый собственник, в зависимости от своей доли, обязан нести бремя содержания данного общего имущества. И, соответственно, к этому имуществу, как уже было отмечено, подходит и лифтовое оборудование, и шахта лифта. В этой связи, да, собственник жилого помещения на первом этаже должен также нести бремя содержания данного лифта. Для успокоения можно совершать ежедневную прогулку с первого до девятого этажа и обратно. На лифте, да. На лифте, да. Ну что же, давайте поговорим о льготах, какие категории граждан имеют льготы по оплате как раз услуг ЖКХ. Я знаю, что есть несколько категорий. Вот давайте озвучим, какие льготы, да, предоставлены для каждого из них, вот как раз инвалидов и семей с детьми инвалидами. Озвучите, пожалуйста. Да, у нас федеральным и региональным законодательством предусматривается ряд льгот для семей, имеющих детей инвалидов, для семей, в которых также есть инвалиды, а также участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий. В зависимости от категории отнесения к инвалидности, в том числе, предоставляются определенные льготы, связанные с компенсацией на оплату услуг ЖКХ. В частности, граждане, имеющие из детей инвалидов, имеют право на предоставление компенсации в размере 50% от оплаты коммунальных услуг за расчетный период. Здесь необходимо обратить внимание, что компенсация данная может не предоставляться в случае, если есть наличие задолженности по оплате коммунальных услуг свыше трех месяцев, которая подтверждена в том числе судебным решением. То есть, если человек не оформил льготу, а у него есть долг, то он этой льготой воспользоваться уже не может. Правильно я понимаю? Предоставление компенсации приостанавливается на тот период, пока у него есть долг. То есть, если человек получает компенсацию, оплачивает своевременно, а потом в последующем у него возникают проблемы с оплатой, допустим, на протяжении трех-четырех месяцев он не платит, ему компенсация не предоставляется. Но после того, как он оплатил, соответственно, в полном объеме погасил задолженность, компенсация ему насчитывается в том числе за те месяцы, в которых компенсация ему не предоставлялась. Потому что у нас само понятие, формулировка даже, компенсация, то есть она идет, компенсирует, фактически законодатель указывает, что расходы он эти понел, соответственно, ему их надо компенсировать. А если он уплату не произвел, соответственно, и компенсировать-то не должны были. Да, и нечего. И нечего компенсировать. Поэтому, ну, так или иначе, она носит обратный характер. Вот и в случае полного погашения задолженности ему, соответствующему потребителю, начисляется повторная компенсация за услуги ЖКХ. Хорошо. Льготы для участников Великой Отечественной войны и ветеранов. Расскажите, пожалуйста, здесь, какие предоставляются? Льготы для участников Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий. Они, по сути, свои аналогичны тем льготам, которые получают и члены семьи, имеющих детей инвалидов и инвалидов. Также это 50% компенсации на оплату услуг ЖКХ. Ну, можно ли сказать, что такие льготы получают члены семьи погибших, умерших военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел? Да, конечно. Данная категория граждан также попадает под эту льготную поддержку. Да. Ну, а отличаются льготы для многодетных семей или для детей-сирот, скажем, оставшихся без попечения родителей? Вот давайте здесь остановимся поподробнее. Расскажите, пожалуйста. Вот что касается детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, здесь необходимо отметить такую льготу, как бесплатное проживание на период обучения в помещениях общежитий. Вот здесь необходимо также отметить, что такое право имеют не только дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей ранее, но и оставшиеся, потерявшие родителей в период уже проживания в общежитии, либо одного родителя, также потерявшие при проживании уже в общежитии, также имеют право на получение льготы в виде бесплатного проживания в жилых помещениях общежитий. Именно в общежитии, да? Но ее нужно каким-то образом оформить, да? Данная льгота оформляется путем направления соответствующего заявления, конечно, да, которое будет рассмотрено в установленном порядке, ну и соответствующее решение будет принять. Если по каким-то причинам граждане, которые не получают льготы, о которых мы сказали выше, стоит ли обращаться в прокуратуру за нарушением своих прав? Конечно, конечно. Основная защитная функция прокуратуры, это, конечно же, социальная направленность, то есть поддержка, то есть, соответственно, надзор за соблюдением социального законодательства, который направлен прежде всего на поддержку социально незащищенных граждан и в том числе проверку предоставления им соответствующих льгот. При выявлении нарушений в указанной сфере прокурор, как правило, реализует весь спектр мер прокурорского реагирования вплоть до полного восстановления нарушенных прав граждан. Это особое направление надзорной деятельности и в настоящее время в прокуратуре, да, ему уделяется очень большое внимание. Скажите, а чтобы быстрее восстановить свои права, нужно обратиться в прокуратуру лично, прийти на прием и написать заявление, либо это можно оформить как-то онлайн, удаленно? Сейчас у нас очень много доступных средств обращения к прокурору, начиная от личного приема, заканчивая направлением письменного обращения по почтовой связи, а также через госуслуги, через единый портал прокуратуры на сайте Генеральной прокуратуры. Обращение регистрируется в течение суток, но практически незамедлительно поступает к прокурору, соответствующему на разрешение, и в зависимости от характера, да, мы все знаем, что у нас 30 суток для рассмотрения обращения. По обращениям граждан, являющиеся участниками Великой Отечественной войны ветеранами, на Великой Отечественной войне предусмотрены более усеченные сроки, там 15 суток для проведения проверки, но так или иначе мы не ставим себе именно порог 15 суток, когда касается вопроса социальных прав. К разрешению обращения приступаем незамедлительно, вплоть до принятия мер реагирования и устранения нарушений в полном объеме уже на стадии подготовки ответа заявителей, чтобы уже у нас меры реагирования были рассмотрены и права, соответственно, восстановлены. Ну, мы не коснулись такой категории, как пенсионеры. Какие льготы по оплате ЖКХ имеются у этой категории? – Пенсионеры. Пенсионерам, прежде всего, законодательством предусмотрена скидка на оплаты взносы по капитальному ремонту. В случае достижения возраста 70 лет, у нас предусмотрена скидка в размере 50%, а в случае достижения 80 лет пенсионерам взносы на капитальный ремонт пенсионер не платит вовсе. – Хорошо. Можно ли не платить коммунальные услуги в связи с длительным отсутствием в своей квартире? – В действительности нет. То есть у нас с постановлением правительства предусмотрена оплата жилищно-коммунальных услуг, таких как теплоснабжение, содержание, ремонт общего имущества, многоквартирного дома. Это те услуги, которые платятся вне зависимости от того, проживает ли человек в данном помещении, либо находится за пределами города, городской черты, находится в другом населенном пункте, даже подтверждая, что он там не проживает соответствующими документами. Такие виды коммунальных услуг, как теплоснабжение, содержание общего имущества на квартирном доме подлежит оплате. Но есть определенные виды услуг, которые начисляются по нормативу, если горячее, холодное водоснабжение, там да, там можно предоставить соответствующее заявление на перерасчет. Но сейчас у нас тенденция такая, что устанавливают приборы учета горячего, холодного водоснабжения. И здесь уже никаких заявлений писать не надо. Здесь понятно, дома не был, счетчик не работал, точнее работал, но не фиксировал соответствующее потребление коммунальной услуги. – Хорошо, поговорим еще на такую тему уведомления об утечке газа в жилых помещениях нередкость. И, к сожалению, порой не обходится без человеческих жертв. Не считая, конечно, разрушенного жилья и причиненного материального ущерба. Скажите, как предотвратить данные происшествия? Кто отвечает за газовое оборудование, установленное внутри квартиры или домовладения? – На самом деле важную тему вы подняли. У нас сейчас происшествия, касающиеся многоквартирных домах в связи с угрозами взрывов, а также хлопков газоснабжения, носят действительно актуальный характер. И прокуратурой в том числе производятся и проверки, соответствующие внутридомового газового оборудования. Проводятся проверки не внутридомового газового оборудования, а проверки организации, как они проводят такие проверки, соответственно. То есть в рамках надзорных полномочий. Вопрос действительно актуальный, и если подходить к разграничению ответственности за содержание газового оборудования, то здесь необходимо обратить внимание на следующее. То есть внутридомовое газовое оборудование, которое непосредственно находится в многоквартирном доме, за него отвечает, за его содержание управляющая организация, либо ТСЖ, которое обязано заключить соответствующий договор с обслуживающей организацией, организацией обслуживающей газовое оборудование для диагностики соответствующих газовых сетей. А вот внутри квартиры, уже внутри квартиры, непосредственно ответственность несет собственник данного жилого помещения, либо наниматель данного жилого помещения, который обязан также заключать договор на обследование указанного участка обслуживания, обследование участка сети, и в том числе предусмотрена административная ответственность за непринятие соответствующих мер по обслуживанию. Ну и допускать специалистов, да, чтобы вовремя обслуживали и проверяли газовое оборудование в квартире, потому что это, конечно, в первую очередь чревато угрозой жизни и здоровью жильцов. Могут ли жители отказаться от услуг регионального оператора по вывозу ТКО? Нет, такая возможность законодательством не предусмотрена. Жители обязаны в том числе и платить за оказание услуг по содержанию обращения твердых коммунальных отходов. Поэтому здесь как бы нет, то есть не получается, даже при обстоятельствах, когда мы затрагивали тему, что не проживают граждане фактически по месту жительства, но так или иначе обязанности производить оплату это с них не снимает. Скажите, жители же сами заключают договор по вывозу ТКО, а бывает так, что просто договор не заключен и граждане не платят. Ну нет договора и мы не платим. Вот такая вот хладнокровная позиция. Здесь кто виноват и самое главное, что делать? Здесь необходимо установить, предоставляется ли фактически данная коммунальная услуга. То есть гражданин может не заключить данный договор, но фактически данная коммунальная услуга ему будет предоставляться, своевременно уборочная техника пребывать, содержать в том числе площадки ТКО, накопление ТКО. Я думаю, что в этой связи непосредственно региональный оператор, доказав, что услуги по обращению с ТКО им оказывались, он может соответствующий счет выставить потребителю коммунальной услуги. И он будет прав, по сути? Да, конечно. Он не может уклониться от ее оплаты. Ну что ж, завершающий вопрос в нашей сегодняшней программе. Какая предусмотрена ответственность исполнительно жилищно-коммунальных услуг за нарушение прав потребителя в результате неправильного начисления платы за жилищно-коммунальные услуги? Ответьте, пожалуйста, Михаил Викторович. Да, действительно, ответственность соответствующая предусмотрена для поставщика коммунальных услуг. Предусмотрена она жилищным законодательством, чтобы поставщик коммунальных ресурсов не своеобразно мог предоставлять, не предоставлять коммунальные услуги. А в случае, если поставщикам существенно начислена оплата выше, чем фактически представленный объем коммунальных услуг, то здесь заявитель имеет право обратиться с заявлением, соответственно, к поставщику коммунальной услуги с требованием оплаты штрафа. Штрафа даже, да, предусмотрен такой вид ответственности, как оплата штрафа непосредственно собственнику поставщиком. Штраф варьируется в размере 50% от суммы, которая была выставлена, предъявлена к оплате, вот свыше суммы фактически поставленной коммунальной услуги. А как проверить? Вот как проверить? Порой, да вот даже вы сейчас рассказываете, я на себя примеряю, да, пример, ну вот допустим, к примеру, в одном месяце за свет пришла квитанция полторы тысячи рублей, на следующий месяц три тысячи рублей, ну вроде так же бы и потребляли свет. И, допустим, не будем брать лето, там кондиционер не работал, да, вроде так же все, но счета вот разнятся. Как проверить, действительно ли, какое верное начисление, какое нет? Ну, в первую очередь вы можете обратиться в государственную жилищную инспекцию Самарской области для проверки расчетов начисления платы за коммунальные услуги, вот, в том числе проверить, в зависимости от того, какая вот вы обратили внимание, да, вот на электроснабжение, вот, то есть если у вас нормативное потребление, то есть нет счетчика домового, то, конечно, когда у вас приходят совершенно разные квитанции за свет, фактически в одном периоде, в разные месяцы, вот, здесь, конечно, будут возникать вопросы, а как так, у меня ничего не поменялось, количество проживающих на площади не поменялось, да, количество комнат не поменялось, вот, поэтому, конечно, здесь начинаются вопросы, и здесь уже можно даже сразу в прокуратуру обращаться. Ну, изначально в управляющую компанию также можете написать заявление, уточнить, да, на каком основании, ну, если что, то есть, как бы, здесь уже включаемся в дело мы, прокурорские работники, которые разберутся в ситуации, да, установят, на каком основании был превышен, соответственно, превышен счет на оплату коммунальных услуг, ну, и примем соответствующие меры уже, да. Ну, что же, спасибо большое, наше время подошло к концу, спасибо за ваши компетентные ответы, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу «Прокурор в теме», ну, а если вы считаете, что ваши права нарушены, что вам некачественно предоставляются коммунальные услуги, вы знаете, куда обращаться, в прокуратура города Самары. Всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok